Уважаемые обучающиеся и коллеги, в преддверии начала 2021-2022 учебного года разрешите поприветствовать вас в стенах Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева и поздравить всех с началом учебного года. Этот год у нас юбилейный, он посвящен 30-летию независимости Республики Казахстан, 25-летию нашего университета, поэтому разрешите еще раз поздравить вас с этими знаменательными датами. Юбилейный год отмечен нашими общими большими достижениями. Так, 9 июня текущего года Международное рейтинговое агентство QS опубликовало результаты мирового рейтинга вузов, в котором наш университет поднялся на 90 позиций за два года и занял 328 место в генеральном рейтинге вузов QS. Университет вошел в топ-50 государственных вузов по достижениям студентов, заняв первое место. 87 наших студентов заняли призовые места в 4-й Всероссийской олимпиаде, Международной олимпиаде по сетевым технологиям Cisco Stars 2019, Международным предметным олимпиадам, региональном финале компетенции ИКТ в Евразии 19-20-х годов в компании Huawei и других состязаниях. Также наши студенты достигли высоких результатов в различных творческих и спортивных соревнованиях. Вокалисты ES-студия стали победителем международных конкурсов в Украине и Узбекистане. Оркестр DALAS-AZE, состоящий из студентов-домбристов, одержал победу в международном конкурсе Dubai Music Festival. В новом учебном году мы будем работать над продвижением нашего университета по всем направлениям его деятельности и достигать новые вершины. Преподаватели университета, сотрудники, обучающиеся продолжают вакцинироваться согласно установленных сроков. Согласно постановлению главного санитарного врача страны, в августе 2021 года сотрудники организации образования должны привиться первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года вторым компонентом вакцины от COVID-19. Исключение составляют лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания и переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев. Невакцинированным сотрудникам, которым нужно быть на рабочем месте, необходимо еженедельно проходить платное ПЦР-тестирование. В университете издан соответствующий приказ ректора о переходе на строгий противоэпидемический режим при борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В своем интервью «Тенгри Ньюс» от 11 августа 2021 года министр образования и науки Республики Газахстан Асхат Канатович Аймагамбетов отметил, что обучающиеся в высшем учебном заведении бакалавриата, магистратуры и докторантуры переходят на традиционную форму обучения как наиболее эффективную форму образования. Наш университет особое внимание уделяет качеству образования и понимает всю важность обучения лицом к лицу, использования лабораторного оборудования для естественно-технических направлений, контактного обучения при изучении языков, живых дискуссий и семинаров для всех направлений подготовки. В настоящее время ведется активная подготовка к новому учебному году, который стартует в традиционном формате, поэтому еще раз настоятельно обращаю внимание обучающихся и коллег о необходимости вакцинации, восстановленной сроки. Только коллективный иммунитет университета позволит нам безопасно и эффективно организовать традиционное обучение. Деканам факультетов, заведующим кафедрами университета необходимо провести онлайн-встречи с обучающимися и ППС по разъяснению вопросов организации учебного процесса в новом учебном году и вакцинации, ознакомлению с санитарно-эпидемиологическим регламентом и необходимости неукоснительного его соблюдения, обеспечить своевременную регистрацию и внесение данных о вакцинации в систему SMART и NU-KZ. Университетам приняты все меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического регламента в учебных корпусах, общежитиях и территориях университета. Установлены дезинфицирующие тоннели, санитайзеры с антисептиком, наличие бесконтактной термометры и средства защиты. Также обращаю внимание всех, что допуск университет осуществляется через приложение АШИК. На веб-сайтах университета и факультетов доступны виртуальный ректорат, виртуальный офис-регистратор, виртуальный деканат, виртуальная кафедра, виртуальные студенческие дома. До начала учебного года прошу обращаться через виртуальные структуры по всем возникающим вопросам. К началу года подготовки весь необходимый объем обучающего контента. В рабочем порядке решаются вопросы организации всех видов практик, стажировок, магистрантов и докторантов. Деканы факультетов, заведующие кафедрами ППС и обучающиеся должны быть на постоянной обратной связи. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, кураторам, адвайзерам необходимо регулярно проводить онлайн-встречи с обучающими до начала учебного года. Уверен, что мы сможем обеспечить качественную организацию учебного процесса. Студенчество – особая пора в жизни каждого человека, в которой помимо учебы есть место общению, дружбе, совместному времяпровождению в различных кружках, секциях, клубах. Надеюсь, что правильные и последовательные шаги организации учебного процесса и всеобщая вакцинация позволят нам безболезненно вернуться к традиционному обучению и живому общению. Французский писатель Экзюпери говорил о роскоши человеческого общения. Пандемия еще раз доказала истинность данных слов. Поэтому мы ждем всех вас в университете для живого человеческого общения. Двери университета открыты для вас. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok